Друзья, всем привет! Привет! Мы очень давно не снимали для вас разговорные видео. Исправляемся, я знаю, что вам интересно вот такая вот тема, особенно тем, кто планирует переезжать в Краснодарский край на постоянное место жительства. Сегодня мы расскажем вам о том, с чем мы столкнулись, когда мы купили дом на море на юге с большим участком, какие трудности возникли спустя некоторое время. А живем мы здесь с 16-го года. Когда мы только планировали переехать, сколько, скажи, мам, мы хотели купить соток? Папа вообще меня, ну муж меня уговаривал купить прям прилично соток, что там вот это, это, это. Я говорю, нет, я знаю, что это нелегко за всем этим ухаживать. Я ему, в общем, уговорила на 7 соток. Он не соглашался, не так, все, берем небольшой участок. Но так получилось, что вот мы купили большой участок 20 соток. Вообще, когда мы планировали переехать, мы смотрели абсолютно разные места, разные районы. Я хочу сказать то, что мы смотрели и в поселках, и в станицах, и в городах. Например, в коттеджном поселке, в хуторе Ленина, там, ну понятно, хорошие домики, коттеджики, там вместе с домом шло буквально 1-2 сотки земли. Если брать наш поселок Приморский, в котором мы сейчас и живем, в Темрюкском районе, то там раньше совхоз делил землю по 15 соток. Впоследствии люди, которые имели эту землю, собственники, они стали делить участки наполовину, получается, по 7,5 соток и продавать. Поэтому в нашем поселке можно купить не только 15 соток и 20, например, да, а 7,5, и это вполне себе нормальное количество земли. Вот прям, мне кажется, золотая середина. Да, я тоже так думаю, что за большими сотками не стоит гнаться. У нас семья маленькая, но, как получается, я, муж и мама у мужа. Ксюша живет не с нами, она только к нам приезжает в гости. И поэтому, знаете, нам этого очень много. Если мы первые несколько лет садили все, я делала всякие заготовки, мы все это просто съедали, то сейчас у нас просто все остается. Я уже думаю, так, куда же все это девать? В этом году насадили столько всего, и в этом году из-за такой ситуации никто не смог в гости приехать. А куда все это девать? Я хочу, чтобы ты рассказала, как мы вообще обычно реализовывали всю нашу продукцию сада. Мы делали заготовки, варенье, сушу, морожу все это, всякие салаты, все это. Ну, это очень много всего. Знаете, я те несколько лет, я просто делаю все разное. Я не думать, что это одно и то же. Я каждый год нахожу разные рецепты, делаю то, чтобы как бы все новое, семью удивить. Но все равно мы не съедаем столько. Знаете, у нас есть баночки, которые с 17-го года, с 18-го года стоят. Я же все это подписываю. Я уже думаю, так, надо что-то делать. Все-таки есть у нас такой большой участок. Я уже думаю, ну, понятно, что да, можно посадить картошку. Но картошка на юге плохо растет. Я уже вижу выход, что лучше посадить тыквы, кабачки, кукурузу и кормить животных. Вот как бы для меня, я уже себе думаю, наверное, так. Я знаю, что напишут подписчики, они скажут. Зачем вам столько соток? Зачем вы горбатитесь? Да посадите сад. Пусть у вас будут фрукты, ягоды, винограда много. Да у нас куча всего. И вы понимаете, за всем этим нужно тоже ухаживать. Если вы думаете, что вы посадили дерево, и оно будет просто расти и плодоносить, нет. За ним нужно очень много ухода. Если даже будут фрукты, ну, тоже эти фрукты. Мы сушим, мы же все это не съедаем. Заморозку делаем, тоже все это не съедаем. Но это много, просто много. Вот изначально, я говорю, мы, наверное, просто были голодные, все это ели, сушили. Но сейчас мы просто уже на все смотрим. Ну, как-то, ну, просто. Ну, да, винограда столько, ну, ладно, как-то, да, уже это. Но это же на самом деле, Ксюша правильно сказала, это все нелегко. Нелегко за всем нужно ухаживать, чтобы все это плодоносило и вам хорошее давало, как бы, урожай это все. Но еще могут написать, что, ну, продавайте, реализовывайте на рынок. Ну, как-то я, вот, для меня я не могу на рынок идти торговать. Как-то, я лучше, наверное, сама просто отдам все это. Поначалу казалось, что, да, как круто у тебя и это, и то, и все. Но на самом деле нужно немного, немного, потом ты уже наедаешься. В этом году у нас был очень хороший урожай вижне. Мы объелись так, вы просто не представляете. У нас несколько деревьев, и мы просто вот это все собирали, собирали, собирали. Хорошо, варили компоты. Да. Заморозка, сушка. Это все все равно уже потом надоедает, потому что, ну, ты это ешь каждый год практически. Ну, то есть тебе уже столько много все-таки не нужно вот этого всего, что есть на огороде. Вот знаете, наверное, если была бы какая-то группа, я бы написала, приходите, собирайте и забирайте. Наверное, иногда даже об этом думаешь. Вот как получилось с вишней? У нас столько было вишни. А сколько осталось? А, она же просто опала. Мы наверху не могли собирать. Да, я уже просто, уже, наверное, надоело каждый день ходить эти ведра собирать, собирать. Лазить по нотке. Да, но это понятно, что это, может быть, не каждый год будет такой урожай. Но у нас просто стоит еще столько варенья, черешни, ну, слушай, ну, всего этого много, не съедаешь это все. Но это же тоже труд. Это не просто как бы ты посадил, и не надо ничего делать. Это тоже за всем нужно уход. А если вы работаете еще? Да, да. Ты расскажи. Да. Как у меня было раньше? Я приходила с работы, ну, около 7 часов. Иду в огород, надо там посмотреть, как дела капуста, как себе чувствует капуста, белокочанная, там, цветная. Нужно обрыскивать. Я не люблю химии. Я обрыскивала просто какими-то там народными средствами. Он опрыскаешь, ничего не помогает, знаешь, как расстраиваешься из-за всего. А еще нужно ужин приготовить. По дому. Еще нужно по дому вечером. Сидеть за дому. Еще нужно вечером что-то сготовить, чтобы с собой на работу взять. И поэтому как бы вот здесь тоже нужно посмотреть, что, ну, как бы большой участок, если ты имеешь, значит, у тебя это должно быть все-таки какой-то оборот такой идти. Как бы вы съели там или на продажу. Конечно, хорошо, если вы будете домашних животных разводить. Ну да, у нас в планах это есть, развести домашних животных. Но ведь нужно еще тоже быть, хороший иметь сарай, чтобы там эти курни передушила, лисица. Для того, чтобы большой урожай можно было там животным отдавать. Но это не все сразу, но это все равно труд. Мне кажется, это все равно труд. А особенно, когда жара такая, вот июль, август, жара, надо заготовки теперь перерабатывать. Это все дело, сколько всего я делаю. Только закатки это и делаешь. Ну, я вот для себя не вижу, что мы столько не седаем, просто не седаем. Конечно, хочется свежих там помидорчиков там, да, может быть, конечно, ну, это надо теплицу ставить, чтобы она была обогреваемая, чтобы, может быть, зиму посадить. Но это тоже немалые деньги, да, вот так. Ну, как бы это все не сразу. Вот у меня муж один, ну, как вот, как бы делаешь ремонт, и что я должна, он еще на работу идет, я должна еще, давай вот это, это делай. Ну, как-то вот все равно все не успеешь сделать, потому что очень много дел, очень много дел на самом-то деле. Когда мы жили у себя на Урале, я думала, ой, да что там вот это все, ой. Да, а когда стоит жара под 40, тебе-то не очень хочется в огороде там ходить что-то делать, потому что трава-то лезет и растет. У нас даже порой нет времени просто съездить в какой-нибудь магазин, купить что-то для дома, для уюта, да, для трава, кстати, да, это тоже важно. Ну, вот, поэтому мы нашли хороший выход, мы сейчас заказываем все для дома, полотенца, покрывало, вот всякая такая бытовая мелочь мы заказываем с интернет-магазина. Нам недавно вот как раз пришла очередная посылка с сайта любимого Серег, которую мы сегодня тоже хотим вам раскрыть, показать. И то есть, благодаря вот таким вот интернет-покупкам у тебя чуть больше остается дома времени для того, чтобы уделить его уюту в доме, в огороде что-то поделать. Ну, потому что, представляешь, если ты будешь свои выходные дни тратить на поездки, закупки вот таких вот, ну, на самом деле, бытовых каких-то вещей, времени не остается, а еще хочется отдыхать. Хочется на море съездить лето. Да. В общем, друзья, пришел нам вот такой вот мешок, заказали его для дома, для уюта в доме. Вот такое вот большое одеяло. Если вы думаете, что в Краснодарском крае на юге тепло, нет, я вообще мерзлячка. Буду укрываться под таким вот теплым одеялом из эвкалипта. Вот так вот. Сейчас его покажем вам. Ну, мы ведь такое заказали, тепленькое. Вот оно такое и есть. Пледом я уже пользуюсь от любимого селька. Ой, очень. Он очень классный, он вообще подошел в классный плед, советую. Следующее, что мы заказали повторно, это постельное белье. Прошлый комплект нам очень понравился. Я на нем спала, когда приезжала к родителям, поэтому решили заказать еще один. Качество отменное, правда. Это у нас постельное белье 100% хлопок, пекаль, бренд Весна. Заказали такое нежное, женственное пекаль. В общем, то, что понравится девочкам. Вот такая вот расцветка нам пришла. Очень красиво. Орхидеи, кстати. Да, кстати, да. Орхидеи. Да. Обратите внимание на швы. То есть, все ровненько. Никаких ниток нет. Мы заказали себе полотенчики. И знаете с кем? Питерскими котами. Они все разные. Интересно, надо же. Только приехала с Питера, уже опять тебе с Питера эти коты. Питерские коты. Блин, круто, мне нравится. Знаешь, мне даже как-то получилось. Мы даже просто выбирали, да, картинки. А получилось и такие интересные. Следующее, что мы себе заказали, это хорошее, большое пляжное полотенце. Очень яркое. Ну, уж давно пора. Видите, мы постоянно на море находимся. Мы живем на море. У нас должно быть красивое пляжное полотенце. Да, да, да. И еще мы решили заказать также скатер на стол. Вот такой вот я выбрала сама оттенок, расцветочку. Ну, красивая вообще. Я даже не думала, что она так работает. Такая интересная для повседневки на стол. Да, красивая. Носочки. Ужас, слушай. Как раз прям вовремя. Да. В общем, я заказала себе носки. Универсальная вещь, которую все носят. А сейчас у нас еще тепло, жарко, поэтому надо носить носочки. Какие. Смотрите, красивые. Церебель, покажем, беленькие какие носочки. Они все красивые. Женские носки. Как раз сейчас. С низкой посадкой. Ну, в общем, на лето. На лето, да. Сейчас тепло еще хорошее. Лето продолжается в Краснодарском крае. Так как мы уже покупали полотенце, решили повторно. Для дома такие вещи вообще, ну, всегда нужны. Она хорошо, не линяет, впитывается нормально. Ну, решили еще раз. Так что полотенчики все-таки нужны. Еще мы заказали большое полотенце. Туркменистан. Ну, как она считается. Для душа, да. Для душа, да. Такое полотенчик. Краски красивые, да. Вот качество видно, что, ну, приятное для глаз расцветки. Никаких ниточек, ничего не видно. Все хорошо. Швы ровненькие. Любимый Василек, мы тебя любим. Правильно. Помылся. Вот так накинулся. Вот так хорошо. Так как мы любим покупать и пользоваться простынью на резинке, решили тоже заказать. Один раз попробуйте, вам понравится. Простынь на резинке тоже сделана из перкаля. Сто процентный хлопок. Ну, мы как раз выбирали для того, чтобы можно было, вот такая расцветочка подходила к тому комплекту. Ну, совмещать. Да, совмещать, потому что на юге укрываться очень удобно просто простынь, когда вот именно жарко. А это можно вот использовать как раз простынку от комплекта. Да. Дали там укрываться, когда жарко. Будем пользоваться? Пишите, спрашивайте, скажем, насколько хватает времени до резиночки. Ну, обычно надолго хватает. Ну, что ж, друзья, вот мы сегодня с вами снова поболтали о переезде на Кубань, поделились своим собственным жизненным опытом. Мы купили участок 20 соток. Что мы сегодня делаем с ним, вы знаете. Как изменилось наше отношение к нему за эти 4 года. Если вы уже живете на Кубани, не забывайте писать в комментариях, сколько соток у вас есть, куда вы реализовываете свою продукцию. Ну, а если вы еще не переехали, тоже обязательно напишите в комментариях, сколько соток вы хотите купить, когда переедете сюда. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делиться этим видео в своих социальных сетях. Мы с вами увидимся в следующем видео. Всем спасибо. Всем пока. Пока.